Настоящее медовое царство. На складе готовой продукции Брестского пчелопитомника даже атмосфера такая сладкая. Аромат ни с чем не сравним. Здесь нужно побывать, чтобы выбрать лакомство по душе. А то, что с пустыми руками вы не уйдете, гарантированно. Просто невозможно не прикупить в домашнее закорма баночку меда, сладости и природного лекаря, заботливо собранного с полей. Мы занимаемся как произведением меда, так и продажей самих пчел. Мы занимаемся пакетным пчеловодством и выращиваем пчеломатки на продаж. В настоящее время мы уже заготовили 2800 тонн меда, продали 700 пчелосемей и продали 1000 пчеломаток. Работа движется, но уже август месяц, естественно. Работа уже снижается. Сейчас мы подготавливаем пчел, можно сказать, практически в зиму. Заготовка меда только на словах может показаться делом простым. В самом большом пчелопитомнике страны Бресском в настоящее время живет более 900 пчелиных семей. И за каждой нужен особый уход и постоянный контроль. Если все делать правильно и к делу, подходить с любовью, пчелы ответят тем же и мед принесут самый лучший. Уверен один из пчеловодов питомника Петр Агарков. К слову, продолжатель семейной династии. Знаете, я честно скажу, она не сложная работа. Это, во-первых, фанатизм. Тот же самый, как кто-то в компьютере, кто-то до трактора, кто-то до коров. Ну, я лично с пчелами, мне очень нравится, мне спокойно, на природе. Они меня слушают, я их слушаю, но они меня больше знают. Я еще пчелу сколько, уже больше 30 лет работаю пчеловодом, я еще пчелу не выучил. Она меня знает, выучила. Знает, в каком я настроении пришел, какое у меня желание сегодня с ними есть работать, нету работать. Ну, так вот, пчела, она больше знает человека, чем человек пчелу. Важный момент – выбор места для размещения передвижной платформы с ульями. Рядом должны быть медоносы. И вот с этим порой возникают вопросы. Сегодня пчелы с удовольствием летают на поля с рапсом, клевером, гречихой. Скоро начнется верес. Но иногда цветочную поляну найти непросто. На сегодняшний день все-таки необходимо, это мы больше всего страдаем, в летний период кормовая база. Необходимо высевать больше гречихи, донника, ну, бобовых, потому что все бобовые – это классные медоносы, которые обеспечивают не только мед для пчел, но это и очень хорошая кормовая база. Те же клевера, те же донники. Можно использовать животноводство без всяких проблем. И животноводство хорошо, и для нас хорошо. К слову, если вдруг вы решите примкнуть к дружным рядам пчеловодов, то специалисты питомника готовы прийти на помощь. В нуклеусном парке здесь выращивают плодных маток. Нуклеусный парк – это у нас получается, мы там сугубо для разведения маток. Мы весной их заправляем, то есть опять же от семьи забираем часть пчел, выводим искусственным методом новые матки, подсаживаем и для облета маток. До осени, как бы ни было грустно это осознавать, подать рукой, а значит, сейчас самое время начинать готовиться к холодам. Например, купить мед для теплых чайных посиделок и в качестве средства профилактики простудных заболеваний. Он пахнет летом, наполнен солнцем и богат полезными веществами. Купить кусочек сладкой летней поры можно на базе питомников деревни Малые Радваничи. По заказу специалисты готовы привезти мед в организации и на предприятия. Не теряйте времени даром, запасайте медовые сладости. Продолжение следует... Продолжение следует...